Нурсултан Азарбаев принял председателя Нацбанка Даниэра Акишева. В ходе встречи главе государства был представлен отчет об итогах работы Национального банка за первое полугодие. Президент отметил, что в стране созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития. Нурсултан Азарбаев отдельно остановился на предпринятых мерах по оздоровлению банковского сектора. Президент подчеркнул, что после оказанной помощи со стороны государства банкам необходимо активизировать работу по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса. Президент обратил внимание и на необходимость более тщательного регулирования банковского сектора, чтобы обеспечить защиту вкладов населения от мошеннических действий недобросовестных акционеров. По информации председателя Нацбанка, на финансовом рынке страны по основным показателям сохраняется стабильная ситуация. И финансовый регулятор ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня 4%. Кроме того, Даниэр Акишев сообщил Нурсултану Назарбаеву о том, что в стране наблюдается снижение спроса на иностранную валюту. Менее получаса осталось до исторической встречи президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин уже прибыли в президентский дворец, расположенный в центре Хельсинки. Именно там лидеры государств побеседуют в формате тет-а-тет. У резиденции главы Финляндии работает и наш собственный корреспондент Дана Нуржан. В Хельсинки максимально усилили меры безопасности. Район президентского дворца был оцеплен за много часов до начала встречи. Сегодня утром Дональд Трамп провел рабочий завтрак с президентом Финляндии Саули Ниенистов. Российский же президент встретится с финским коллегой после основного мероприятия. В Белом доме рассчитывают, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлится около полутора часов, после чего к ним должны присоединиться члены делегации. А вот представители Кремля рассказали, что не ставили лимиты на их общение. Подчеркну, что программа встреч, составленная службами протокола, имеет лишь условные ориентиры по времени. Но впервые в истории подобных встреч лидеров двух мировых ядерных держав нет объявленной повестки дня. Международные наблюдатели отмечают пять основных, наиболее острых тем, которые, скорее всего, будут обсуждать президенты. Это контроль над вооружениями, американские санкции, Сирия, Украина и проект газопровода «Северный поток-2». После встречи запланировано проведение совместной пресс-конференции. Дана Нуржан, Александр Любителев, Финляндия, Хабар-24.